Вы слушаете Радио России Ульяновск. Музыкальный гостинный. Добрый вечер всем, кто нас слушает. У микрофона Алексей Сорокин. Наверняка все уже в курсе, что в Ульяновске проходит первый в своем роде фестиваль оркестров народных инструментов, приуроченный к 160-летию с дня рождения Василия Андреева, основателя первого в России профессионального оркестра русских инструментов. Кроме наших местных музыкантов, можно услышать коллективы аж из пяти регионов России. Причем репертуар не ограничивается одними только народными мелодиями. Звучат и аранжировки мировой классики, и острадные песни, и даже музыкально-литературные композиции. И очень жаль, что фестиваль закрывается уже в это воскресенье. В этот день, 20 июня, в усадьбе семьи Ульяновых выступит русский оркестр Тольяттинской филармонии. Мы созвонились с главным дирижером оркестра, заслуженным артистом Самарской области Василием Кармишиным. Говорили о многом, и об истории коллектива, и о русской народной музыке, и, конечно же, о фестивале. Наш оркестр создан в 2007 году. Константинская музыкальная общественность, при поддержке огромной департаменты культуры, при поддержке московских выдающихся музыкантов, в том числе Александра Цаганкова. Ну и возглавил оркестр тогда, в первое время, Александр Викторович Шведов. Он является первым дирижером оркестра. Я руковожу оркестром с 2009 года, официально по трудовому договору с 2010 года. То есть уже скоро оркестр будет 15 лет. Оркестр, наверное, едва ли не самый молодой в России. Но, тем не менее, я вот был свидетелем, как все это начиналось. У меня супруга работала в этом оркестре, начинала. И когда я пришел в оркестр, сразу понял, что очень сложное это дело, непростое. Когда нот нет, нет музыкальных инструментов, нет вообще традиций каких-то, нет навыков работы с оркестром, нет у музыкантов навыков чтения с листа, ну и так далее. Масса всевозможных проблем. То есть создать оркестр это очень сложно, конечно. Ну вот, в принципе, я пришел практически к самому началу. Началась работа, совместная работа по обучению. Оркестр учил меня, я учил, чему мог оркестр. Я сам не имел опыта работы с профессиональным оркестром в то время. У меня за плечами хоть и была Гнесинка с образованием дирижерки. Но мне не довелось работать с профессиональным оркестром за время своей педагогической деятельности. В Орловском институте культуры, куда я попал после распределения, после Гнесинки, у меня не было предмета оркестр. Я вел специальность, ансамбль, прочие предметы. К оркестру я встал впервые за пульт в детской школе искусств имени Балатирева, уже в Тольятти, будучи зрелым довольно музыкантом. Считаю, что этот опыт мне очень пригодился, потому что с детьми работать очень непросто. Начинаешь с самых азов, изучив все инструменты, все, чего я не знал, все приемы игры, особенности инструментов, их функции в оркестре, особенности написания партий, оркестровка, инструментовка. Вот это все пришлось мне заново проходить после Гнесинки. И думаю, что вот эти навыки, они очень пригодились в работе с профессиональным оркестром. Вот такое было начало. Сейчас, конечно, наш оркестр уже окреп, набрал массу литературы нотной. С этим были тоже очень большие проблемы. Даже на нашем сайте долгое время висела информация, что когда оркестр еще было 5-7 лет, что в оркестре, в репертуаре оркестра более 200 произведений. Надо сказать, что с тех пор эта цифра выросла, наверное, в десятки раз. И наша библиотека насчитывает, наверное, тысячи музыкальных произведений, партитур. С нотами были проблемы. Сейчас оркестр сотрудничает с огромным количеством звезд, московских звезд, солистов-инструменталистов и вокалистов. Всех перечислять, если попросите, я это сделаю, постараюсь по памяти. Ну, оркестр, конечно, вырос, значительно вырос за эти годы. В том числе и благодаря сотрудничеству с выдающимися музыкантами. Такими, как Вячеслав Семенов, Юрий Шишкин. Современные музыканты это Андрей Горбачев, Екатерина Мочилова. Холист и вокалисты у нас замечательные. Георгий Витов-Васильевый. Это Ирина Крутого, Владислав Косарев и многие-многие другие. Они с удовольствием приезжают к нам в город. И, надо сказать, что некоторые произведения, которые мы исполняли с нашими солистами, например, Андрей Горбачев, похвалил наш оркестр. Не каждый оркестр сможет сыграть, например, под Гайца концерт. Довольно почетно и приятно из уст такого выдающегося маэта. Василий Александрович, вы родом из Тольятти? Я родом из Самарской области, Куйбышевской области тогда. Родился я в городе Похвестнево и там же закончил музыкальную школу. Затем учился в Куйбышевском музыкальном училище по классу Баян. Ну, если более подробно, то Похвестнево, конечно, это вот моя первая школа, первые шаги. И думаю, что они самые важные были. Мой преподаватель, замечательный музыкант, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Иванов Анатолий Васильевич, после того, как мои родители привели меня к нему на прослушивание, а я уже немного умел играть, в лесу родилась елочка, на маленькой елочке что-то самостоятельно выучил, он сказал так, мы его берем, но только больше за Баян не садишься. Понятно почему, чтобы была правильная постановка рук и так далее. Я начал самоучкой играть на Баяне. На Баяне играл мой папа немножечко и мы, у нас было четыре брата, и мы все по очереди подходили к этому Баяну и пробовали что-то играть. Ну, вот братья одним пальцем что-то тыкали в правую клавиатуру, у них не очень это получалось. Я попробовал, у меня получилось с правой рукой, затем я понял, что можно еще играть и левой рукой, и саккомандировал себе, двумя руками сыграл. Ну, вот так вот я пришел в музыку, там появились, конечно, первые успехи в музыкальной школе, первые конкурсы, победы, может быть, неудачи. Тем не менее, Куйбышевское музыкальное училище закончил с 81 по 85 годы у нас обучение. Прекрасные преподаватели у нас были по специальности Ириков Владимир Викторович. Очень, конечно, важно было участие в оркестре народных инструментов, которым руководил Лакерев Евгений Михайлович. В последующем он стал создателем оркестра «Виртуоза Самары». Прекрасный педагог, замечательный человек, музыкант. Под его руководством я играл в оркестре и получил тогда первые навыки. И, видимо, вот эта вот связь, любовь к оркестру, она сохранилась на всю жизнь. Затем, 85-й год, это поступление в Гнесинку с большими, скажем так, проблемами. Не в том плане, чтобы было тяжело поступать, а в том, чтобы получить разрешение, направление, чтобы меня приняли вообще документы в Гнесинку. Тогда должно было быть направление Департамента культуры, управление культуры Самарской области. А этих направлений было мало, их не хватало. У меня была одна лишняя четверка. По физкультуре там еще не помню почему. Но, тем не менее, это направление получил. Довольно успешно поступил в Гнесинку. Ну, к сожалению, пришлось идти в армию. Может быть, к сожалению, а может быть, к счастью. Потому что сразу отслужил два года, с 85-го по 87-й. И затем уже без отрыва я мог продолжить обучение. Ну, армия, армия, конечно, хороший след оставила в жизни. У меня самые светлые воспоминания, несмотря на то, что было и тяжело, и элементы дедовщины были, и прочее, прочее. Хоть и в стране началась перестройка, в армии тоже началась перестройка, тоже с дедовщиной там боролись как могли. Но, тем не менее, эта школа замечательная. Я не был связан с музыкой. Нисколько не жалею об этом. Наоборот, я служил в самых серьезных войсках. Я был командиром самоходной артиллерийской установки. Я имел дело с настоящими боевыми снарядами. Дважды в год мы выезжали на стрельбы. Не учебные, а реальные боевыми снарядами. Это было, конечно, впечатляюще. А с музыкой? Ну как, все равно узнали, что я играю на баяне. И, конечно, командиры, друзья просили поиграть. Иногда приходилось играть в строю, на ходу, в этих парадах, на смотрах строевых. Армия прошла, и в 87-м году я приехал и сразу на сессию. Чистый лист, совершенно чистый лист. Но педагоги отнеслись с пониманием, конечно, к нашим проблемам. Как-то я сессию все-таки сдал, и даже без строя. А это было очень важно, чтобы получить стипендию. В то время стипендия – это очень серьезное подпорье было для студентов. Надо сказать, что у меня не было баяна своего в то время. В Несенку я поступил, взял у товарища на прокат баян и сыграл программу, и вот таким образом поступил. Но дальше-то надо было что-то делать, на чем-то играть. Мой преподаватель, в то время Владимир Долгополов, он сказал, что без баяна никак нельзя. Ну что ж, мы собрали семейный совет, мама с папой посовещались, решили где-то подзанять, взять денег у друзей, знакомых. Заняли, заняли огромную сумму по тем временам – целых 7 тысяч рублей. Представляете, а деньги тогда были деньгами, практически автомобиль. Для нашей семьи, в которой мама работала строительным, железнодорожником, папа водителем – это огромные деньги. Но, тем не менее, они смогли мне купить такой великолепный инструмент, и потом в течение нескольких лет еще рассчитывались за него. За что им, конечно, огромное-огромное спасибо. Иначе я бы не смог не состояться и стать тем, кто сейчас является. Вот так вот и пошло дальше обучение. Затем Владимир Долгополов уехал за границу. Это было тогда популярным по обмену преподавателями, не помню, в какую страну. В Москву переехал из Ростова Вячеслав Анатольевич Семенов, чему мы все были несказанно рады. Потому что класс Семенова в то время гремел на всю страну и на весь мир. Попасть в класс к этому преподавателю было большой удачей. КОНЕЦ 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 Как в вашей жизни появилась любовь к русской народной музыке? Ну, как я уже говорил, у меня папа играл немного на баяне. Он очень тоже любил петь и сам подыгрывал себе на баяне. В то время, вы знаете, баян рассматривался именно как народный инструмент. Он и появился как народный инструмент, в основном как аккомпанирующий вокалу русской песни или какой-то современной эстрадной песни в то время. В то время же не было ни магнитофонов, ничего в то время, когда мы учились. Это было очень малодоступно. Каждому, конечно, хотелось иметь какой-то транзистор, магнитофон. Но даже имея транзистор, если к нему не было батареек, то это просто мертвый прибор. А баян, в принципе, тогда звучал везде и всюду. На свадьбах, на каких-то парадах, на демонстрациях 1 мая и так далее. Я все это очень хорошо помню. В нашей семье тоже папа любил петь. Ему бабушка подпевала, мама моей мамы. Мама тоже пела. Ну, у нее, может быть, не очень все это хорошо получалось. У моей бабушки, как мне потом рассказала мама, был какой-то двоюродный брат, который великолепно играл на баяне и сам и пел и так далее. То есть он зарабатывал даже, можно сказать, этим своим ремеслом, будучи самоучкой, любителем. Поэтому русская песня – это одно, конечно. Я очень люблю русские песни. Я аккомпанирую, сам работал аккомпаниатором хора русской песни в Москве. Хор Дил – прекрасный хор, хоть и самодеятельные люди совершенно не знали ноты. Но они с такой самоотверженностью, самоотдачей приходили на репетиции. Они выкладывались на репетициях и на концертах. Поэтому вот я с тех пор люблю это дело. И надо сказать, что папа тоже заставлял даже, просил меня, ну, ты сыграй мне там «Славное море», «Священный Байкал» или «Степь застепь кругом». А в музыкальной школе нас этому не учили, нас учили играть совсем другие произведения по нотам. Опять-таки, благодаря моему преподавателю Ивану Анатолию Васильевичу, он научил меня подбирать по слуху. У нас даже были конкурсы, учащиеся в музыкальной школе по подбору по слуху. Я иногда там занимал предовые места. Вот с тех пор любовь эта появилась. А, собственно, любовь к прочим музыкальным инструментам, ну, как же без этого? Один инструмент – это хорошо, а когда их много, а когда они собираются в оркестр, это настолько возможности расширяются музыкантов, исполнительства. Когда каждый муравей принесет свою соломику в общий муравейник, получается просто огромное музыкальное здание. Конечно, оркестровое музыкание – это самая-самая высшая степень музыкания, ну, на мой взгляд. Хотя, конечно, столисты-инструменталисты могут оспорить. В 80-е годы, во время вашей юности, популярная советская музыка – все это мимо вас прошло или вы слушали? Нет, мы с удовольствием, конечно, все это слушали. Особенно популярно у нас в нашей среде были итальянцы так называемые, да, Пуппа, Тилентано и прочее, прочее. Это было просто писк тогда. Ну и Абба – это тоже было популярные группы, эстрадные, да, ну, типа «Машина времени», в то время, а, спать, она рок-группа называла, да, «Синяя птица» – это наш вообще любимейший коллектив, самарский, тем более родной. Это все, мы все это впитывали и впитывали, насколько возможно. Я с удовольствием посещал концерты «Машина времени», живьем их, слышал тогда во Дворце спорта в Самаре. Ну, к сожалению, был несколько разочарован, потому что в записи они звучали лучше. Все-таки живое исполнение требует, наверное, колоссальных каких-то возможностей аппаратных вот этих вот колонок, микрофон и прочее. Это не всегда здорово звучало, в записи мне это больше нравилось. Ходили мы и на концерты рок-оперы у нас были, «Иисус Христос – суперзвезда», «Юнона и Войс». В то время, конечно, впечатлений музыкальных было масса. Мы посещали оперный театр. Надо сказать, что в то время для учащихся музыкального училища доступ был абсолютно свободен в любое концертное заведение города. То есть мы ходили по студенческому билету или за какие-то символические там копейки в театр оперы и балета. Я практически весь репертуар узнал наизусть, по несколько раз ходил, посещал с удовольствием эти оперы. Затем концерты с симфонического оркестра, филармонического оркестра, с приглашенными дирижерами. Это, конечно, были самые яркие впечатления. Настолько Самара тогда была полна. Или, может быть, просто мы искали эти впечатления, поэтому и находили их. Вероятно, сейчас, наверное, жизнь музыкальная также в Самаре кипит и бурлит. Ну, нам вполне этого хватало. Для нас, для меня, мальчишки из провинциального городка, в котором 25 тысяч населения, для меня Самара была просто столицей. И, честно говоря, я и не думал куда-то уезжать, но вот пришлось учиться, естественно. И Москва нравилась, опять-таки, своими возможностями, музыкальными, творческими возможностями, как такой ресурс, который можно использовать для образования, для обучения, для вдохновения. Но, как город, в котором мне хотелось бы жить, Москва меня никогда не привлекала. Очень суетливо, очень все это громко, громоздко. Поэтому после Гнесинки я с удовольствием переехал в небольшой городок, Орел. Очень спокойный, тихий город. Ну, а затем уже, затем нас пригласили в Трияти, в Вторые и Третьи Ройки. Нас пригласили в ансамбль народных инструментов в качестве солистов ансамбля. И вот уже здесь закрутилась наша дальнейшая карьера. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А вы следите за тем, что сейчас происходит в музыке, о русской народной песне? Наверное, разговор-то пойдет. Тут, наверное, речь идет не только о русской песне. Это очень понятие большое, русская музыка. Часто у нас говорят, вы играете русскую народную музыку. Я говорю, мы не играем русскую народную музыку, мы играем на русских народных инструментах. Но музыку мы играем самую разную. От классики, от русской классики до русского рока. Информация о нашем оркестре. У нас очень успешный был проект «Русский рок». Но это отдельный разговор. Что касается русской песни и русского инструментального исполнительства, я думаю, что, конечно, в связи с продвижением технологий современных, в связи с тем, что каждый ребенок, взрослый может легким нажатием клавиши найти себе все что угодно в самом лучшем исполнении или в самом худшем исполнении. Вот это предложение огромное, оно, к сожалению, убивает творческую инициативу. Почему я буду вынужден научиться подбирать по слуху? Потому что это было востребовано. Сейчас баян, уже как аккомпанирующий инструмент, он не востребован. Он становится профессиональным инструментом, скажем так. А это не всем нравится. А родители не понимают, а зачем нам баян песни петь, аккомпанировать? Ну, никто песни не поет. Конечно, перестали петь в семьях. Поэтому, конечно, в этом плане русские народные инструменты, они стали менее востребованы. Но вот как раз задача оркестров сохранить эту культуру. И, на мой взгляд, она весьма успешно сохраняется и даже развивается. Я вот посмотрел специальную статистику. Где-то в стране у нас сейчас около 60 оркестров профессиональных, при филармониях или дворцах культуры. Ну, если сюда добавить еще оркестры при учебных заведениях, то их будет еще больше. То есть это вполне-вполне хороший показатель. То есть в каждом крупном городе у нас есть оркестр народных инструментов. И я думаю, что большая половина из них наверняка появилась уже в 70-х, 80-х и даже в 90-х годах создавались оркестры. Это очень радует. В то время оркестров было, ну, наверное, 5, где-то в 40-е годы. В Москве два оркестра, в Питере один-два. Вот. И практически и все. С тех пор произошел огромный скачок вот в развитии именно нашего творчества искусства народно-инструментального. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы, кстати, упомянули о вашем проекте, где вы играли русскую рок-музыку. В свое время, когда песни из проекта русского рока только появились, и когда они были любимы стране, я их, вот честно говоря, не все слушал. Некоторые, может быть, вообще не знал, некоторые так... Но участие в этом проекте, вот идея проекта, когда она появилась, не у меня, не у меня. Это у наших молодых музыкантов. Дима Завьяловой появилась эта идея. Откуда, откуда этот молодой человек, который моложе меня на 20 лет, да, вот она подняла вот этот пласт весь и выбрала из русского рока такие песни, которые действительно берут и брали за душу в свое время тех людей. И сейчас они актуальны. Актуальны и музыкально, и содержательно. То есть тексты, ну, такие тексты, как «Витерация», например, да, «Перемен», «Группа крови». На концертах мы убедились, что люди знают эти песни, причем все поколения, начиная с 20-летних и заканчивая 60-70-летними наших зрителей. Вот представляете, как это, чем это объяснить? Значит, все-таки и даже в рок-музыке, и в поп-музыке есть такие образцы, такая музыка, которая, вот, время, видимо, отсеивает, отбирает такие музыкальные шедевры, которые приперпевают все испытания и доходят. Так же, как русская музыка в свое время, да, вот, русская песня, русская песня, она же ни то и не записывала. Она передавалась из уст в уста, из поколения в поколение, от матери к дочери, от сына. Вот так, это фольклор, что называется. Так и вот русский рок, вероятно, шедевры, которые не клены. К разговору о молодых, чему стараетесь их научить? Наша оркестра довольно молодой сам по себе. Вот, я стал замечать, что, оказывается, я сам-то уже и не мальчик. Как ни странно, почему-то старше многих даже наших музыкантов в оркестре. Ну, оркестра действительно однозначно молодой. Средний возраст, мне кажется, у нас лет 35. Это хороший показатель. Поэтому, да, у молодых есть чему поучиться. Учимся на всем. К примеру, есть у нас проект «Музыканты шутят». Мы уже показали два концерта этого проекта. Попробуем делать «Музыканты шутят» три. Так вот, как только мы готовимся к этому концерту, я забрасываю сразу ребятам идею, друзья. Надо что-то придумывать. И вот каждый начинает приносить все, что может. Свои идеи. Как можно пошутить. Кто-то музыкальную идею приносит. Кто-то говорит, давайте на балаке не так, а перевернем ее там вверх ногами, там и сыграем так, и сяк, и так далее. И вот начинается покрупиться вот это вот собирание. Музыканты, они соучастники, можно сказать, нашего общего преступления. У нас нет такого в оркестре, что рижер, все это вершина, эталон, к которому не подходи, а то бьет. У нас очень такие хорошие, добрые, дружеские отношения с каждым из музыкантов в оркестре. Вместе отмечаем дни рождения, начало сезона, окончание сезона. Но что касается творчества, конечно, да, здесь музыканты, которые приходят, молодые, они учатся моментально, вы не доверите. Человек еще недавно там с трудом с лица читал или не мог сыграть какой-то пассаж. Смотришь, через 2-3 месяца это уже все состоявшийся музыкант, оркестрант. Она видит и руку дирижерскую, видит и чувствует оркестр. Вполне быстро, гораздо быстрее развивается, чем музыкант, просто который добросовестно учит гаммы, этюды, издает экзамены. Вот польза оркестра для музыканта, она несомненная, просто очень дорогого стоит. Перефразируя классикой, говорят, «листом можешь ты не быть, но оркестрантом быть обязан». Вот это вот дозна такая замечательная, потому что наши музыканты вот в оркестре, не все имеют высшее образование, не у всех консерваторское образование, хотя, конечно, это приветствуется. Многие музыканты и со средним образованием, имеют музыкальное училище, колледж. Как говорится, организация всегда побеждает класс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Александрович, охотно ли вы приняли приглашение принять участие в фестивале оркестров русских народных инструментов? Дело в том, что наш оркестр имеет статус городского оркестра, при нашей филармонии не государственная, а городская, муниципальная. Поэтому возможности, конечно, у нас в плане гастрольной деятельности и прочее довольно, наверное, ограничены в сравнении с государственными учреждениями. Поэтому для нас каждый выезд, это очень значим, и мы очень ценим такие моменты. Потому что одно дело, ну, общаться в интернете, можно найти все, все что угодно, любую запись послушать или переговорить с другими руководителями оркетов. Но живое общение ничто не заменит. И потом, ну, конечно, не секрет, что последний год особенно тяжело, здесь пандемия, возможно, гастрольная деятельность ограничена. Поэтому выезды для оркестра — это просто глоток в воздух. Новые впечатления какие-то. Мы можем показать себя, мы можем показать себя другому зрителю. Наш зритель уже привык к нам, мне так кажется. Они уже знают, что от нас ждать. Мы знаем, как отнесется зритель к нашей игре. Здесь ситуация другая, несколько экстремальная. Поэтому это вопрос такой очень интересный. Мы выносим на суд зрителя свое творчество. Некоторые вещи, которые мы будем показывать на фестивале, весьма такие провокационные. Как зритель отнесется к этому? Вот очень интересно. Потому что мы выступали в Самарской филармонии, например, были у нас концерты. Зритель другой, вот таким другой. Он несколько сдержанный, он несколько скуповат на эмоции, на аплодисменты. Стольятинский зритель легко заводимый, легкий на подъем, тут же откликается на наши эмоции, на шутки или наоборот, на серьезную музыку. Какой Ильяновский зритель? Не знаю. Посмотрим. Тем более, что мы играем, конечно, не в концертном зале, а, насколько я понимаю, на улице, на открытом воздухе. Поэтому мы подобрали такую программу, которая была удобоварима, воспринималась. А вы к нам приедете в полном составе? Наш состав самый полный, это 26 человек, мы приедем в таком составе. Традиционный состав, такой же, в принципе, как и в вашем оркестре. Мы постараемся привести, показать те вещи, которые сделаны нашими аранжировщиками. Я думаю, это будет наиболее интересно. То есть, то, что не играет ни один оркестр. Ну, может быть, ваш оркестр, некоторые пьесы играл из нашего репертуара. Общаемся с Иваном Крайником, с Артемом Беловым. Поэтому обмениваемся, конечно, нотами. Но покажем эксклюзивный товар, на мой взгляд. Это будет музыкальный как цель на темы из песен к фильмам Ильдара Рязанова. Покажем композицию. Традиционную, естественно, мы должны, как народники, показать и обозначить тему фестиваля 160-летия со дня рождения Андреева. Вальс «Метеор» покажем. Маэстро короля вальсов «Штрауса». Небольшую полечку исполним. Ну и потом перейдем плавненько на эстрадную, популярную музыку. Покажем дивертисмент Фролова. Это пьеса «Шутка», я считаю. В ней намешано все. И классика, и джаз. Затем абсолютно хулиганская песня у нас будет. Самарского композитора Александра Большакова на тему американской народной песни «Когда святые маршируют». Здесь солистка Екатерина Лунькова на «Жалейке». Уже сам факт исполнения американской народной песни на «Жалейке» и это уже должно взывать улыбку, как минимум. А то, как это написано и как и будет исполнено, вы увидите и услышите. Василий Александрович, ну давайте напоследок пригласим наших ульяновских слушателей на ваш концерт. Дорогие друзья, дорогие ульяновцы, с удовольствием приглашаем вас в наш концерт. Очень надеемся, что мы подружимся, что наша музыка понравится вам. Мы очень любим ваш город, мы уже бывали на вашем фестивале. Очень хорошая, замечательная у вас отзывчивая публика. Вы просто самые-самые лучшие. Приходите, не пожалеете. Напоминаем, что мы беседовали с главным дирижером русского оркестра Тольяттинской филармонии, заслуженным артистом Самарской области Василием Кормишиным. Вот и все на этот час. С вами был Алексей Сорокин. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok